Сура 45. Колено преклонённое. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Ха-Ми-Им. Неспослание этой книги, Корана, пророку Мухаммаду, идёт от Аллаха, величественного в своём могуществе и мудрого в управлении всем и в своих решениях, а не от кого-либо другого. Поистине, в небесах и земле однозначно содержится знамение, доказательство существования единственности и могущества Аллаха для верующих. И в сотворении вас, о люди, и в том, что Он рассеял, распространил животных на земле, знамение для людей, которые убеждены в существовании Аллаха и Его могуществе. И в смене ночи и дня, в том, как они следуют друг за другом, и в том, что не спасал Аллах с неба и с пропитания в воде и оживил ею водой землю после её безжизненности, и в смене направлений ветров, знамение, доказательства для людей, которые разумеют, которые понимают из этих доказательств единственность Аллаха, и что только Ему нужно поклоняться и служить. Это аяты всего Корана, знамения, доказательства Аллаха. Читаем мы их аяты тебе, о Мухаммад, воистине. В какой же рассказ после Аллаха, после Его Слова, Его знамений, Его доказательств, они, эти многобожники, уверуют? Горе, сильное наказание, будет каждому погрязшему в грехах лжецу. Слушает он знамения Аллаха, аяты Корана, читаемые Ему, а потом упорствует, проявляя высокомерие, словно он не слышал их, аяты Корана. Обрадуй же, о посланник Его, этого погрязшего в грехах лжеца, вестью о мучительном наказании в аду. А когда узнает он, этот погрязший в грехах лжец, что-нибудь из наших знамений, то насмехается над ними. Такие для них приготовлено унижающее наказание в день суда. Позади них гиена, ад. И не избавит их от наказания Аллаха то, что они приобрели, дети и имущество, нисколько, и те божества, что они взяли в покровители, защитники, помимо Аллаха. И для них будет великое наказание в гиене. Это Коран, верное руководство, указывающее истину. А те, которые стали неверующими в знамения их Господа, не признали истинность аятов в книге Аллаха, то им уготовано наказание самой мучительной карой. Аллах, Он тот, который подчинил вам море, чтобы плыли корабли по Нему, по Его повелению, и чтобы вы обретали себе удел от Его щедрости, добывая морские дары Аллаха и занимаясь торговлей, дабы вы были благодарны Аллаху за Его великие благодеяния вам. И Он, Аллах, подчинил, сделал на пользу вам то, что в небесах, солнце, луну, звезды, облака, и то, что на земле, воду, растения, животных, корабли. Все эти блага исходят от Него. Поистине в этом, в подчинении этого Аллахом, однозначно знамение для людей, размышляющих. «Скажи, о посланник, тем, которые уверовали. Пусть они прощают тем, которые не надеются на дни Аллаха. Пусть прощают многобожникам, которые причиняют им страдания, чтобы он, Аллах, воздал наказанием таким людям за то, за те грехи, что они приобрели, совершили. Кто делает благое, повинуется Аллаху, то для самого себя, во благо себе. А кто зло творит, ослушается Аллаха, то поступает против себя же. Потом вы, о люди, к вашему Господу будете возвращены в день суда, и Он воздаст вам в соответствии с вашими деяниями. И я, Аллах, клянусь, что мы даровали потомкам Исраила, пророка Якуба, книгу, Тору, закон, по которому решаются спорные вопросы между людьми, и пророчество, то, что к ним было послано большинство пророков из потомков пророка Ибрагима. И даровали мы удел им из благих видов пропитания, и предпочли их над теми мирами, людьми, которые жили в их время, посылая к ним много пророков, и не спосылая книги от Аллаха. И мы даровали им, потомкам Исраила, ясные доказательства для того, чтобы они могли отличить истину от лжи и дозволенное от запретного, который относится к положениям веры. И они же разошлись, впали в противоречие между собой в вопросах веры и закона, лишь только после того, как пришло к ним знание от Аллаха, часть которого содержится в его книге, и часть которого передал от него его посланник. И злобной зависти между собой. Поистине, Господь твой решит между ними, между разногласящими, из числа потомков Исраила, в день воскрешения, то, относительно чего они разногласили в этом мире. «Потом, после пророка Мусы, мы наставили тебя, о посланник, на путь единобожия и закона Аллаха, который относится к положениям истинной веры и которым доволен Аллах. Следуй же по нему, по этому пути, и не следуй прихотям тех, которые не знают, не верующих из числа арабов и людей Писания. Поистине, они, эти многобожники, которые зовут тебя следовать их прихотям, ненасколько не защитят тебя, о посланник от Аллаха, от его наказания, если ты вдруг последуешь за ними. И поистине, притеснители, лицемеры, иудеи и другие, сторонники друг другу, против верующих и покорных Аллаху, а Аллах – сторонник, защитник-покровитель, остерегающихся наказания Аллаха, исполняя его повеления и стороняясь того, что он запретил. Это Коран. Наглядные знамения, ясные доказательства, которыми отличают истину от лжи для людей, истинное руководство и милосердие для людей, которые убеждены в том, что он не спослан от Аллаха. Неужели, полагали те, которые творили плохие деяния, неверие и грехи, что мы сделаем их наравне с теми, которые уверовали в Аллаха и совершали праведные деяния, повиновались ему, что одинаково будет их положение при жизни, в этом мире и после смерти, вечной жизни. Как плохо, неправильно они рассуждают. И создал Аллах небеса и землю, и все, что в них, поистине, в совершенном виде, по своей мудрости, с определенной целью, и чтобы каждая душа в вечной жизни получила воздаяние за то, что она приобрела, за свои деяния, как благие, так и плохие, и они не будут обижены, с ними не поступят несправедливо в этом воздаянии. Разве же ты не видел того, кто взял себе Богом свою прихоть, руководствуется своей прихотью в своих делах? И Аллах ввел его в заблуждение признание, после того, как до него дошло истинное знание и ясные доводы, и положил печать на его слух. И он не слышит наставления, и сердце, он нисколько не понимает истину, а на его зрение положил покров, за весу, и он не видит знамений Аллаха. Кто же его наставит на истинный путь? Кто сможет сделать это после Аллаха, после того, как Аллах заблудил его? Разве вы, о люди, не внемлите этим увещанием? Неужели вы не возьмете пользу от этих наставлений? И сказали они, эти многобожники, не веря в день суда. Нет другой жизни, кроме нашей жизни в этом мире. Умираем мы и живем, и губит нас только время. И нет у них, у этих многобожников, об этом никакого знания, они ведь только предполагают. Это лишь их предположение. А когда читаются им, многобожникам, наши знамения, аяты Корана, будучи ясными в изложении, имеющие очевидный смысл, то не бывает у них иного довода, кроме того, что они говорят пророку Мухаммаду и верующим. Приведите, оживите наших умерших отцов, предков, если вы правдивы в том, что говорите. Скажи им, о посланник, Аллах оживляет вас, приводит вас в этот мир, потом умерщвляет, потом соберет вас живыми ко дню воскрешения, относительно которого нет сомнения. Однако большинство людей не знает об этом. И Аллаху принадлежит вся власть, создание, полное владение и управление над небесами и землей. И в тот день, когда наступит час, день суда, тогда в убытке окажутся приверженцы лжи, неверующие. И ты, о пророк, увидишь в день суда каждую общину, колено преклоненной, в ожидании решения Аллаха. Каждая община будет призвана к своей книге деяний и будет сказано им. Сегодня будет воздано вам за то, благое и плохое, что вы совершали на земле. Это наша книга говорит против вас, в истине. Здесь представлены все ваши дела, без добавлений и убавлений. Поистине, мы повелевали ангелам записывать все то, что вы совершали. А что же касается тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, совершали то, что повелел Аллах и сторонились того, что Он запретил, то их Господь введет их в свое милосердие, в рай по своему милосердию, а не по их делам. Это вхождение в рай и есть явный успех, выше которого нет уже успеха. А те, которые стали неверующими, то им будет сказано, «Разве знамения мои не читались вам? Но вы возгордились и не стали слушать их, и оказались людьми, которые взбунтовались против воли Аллаха, оказались неверующими и многобожниками». И когда говорилось вам, «Поистине, обещание Аллаха, любое его обещание, истина, и час, день суда, нет сомнения в нем, в его наступлении, вы сказали, «Мы не знаем, что такое час, мы только думаем, предполагая, что день суда может наступить, и мы не убеждены в этом». И открылись, стали представленными им неверующим в день суда те плохие деяния, неверие и ослушание Аллаха, что они совершали в земной жизни, и постигло их то наказание, над чем они насмехались прежде. И будет сказано неверующим, «В этот день, в день суда, забудем мы вас, оставим в мучениях, как вы забыли про встречу с этим вашим днем, то, что вы встретите день суда, и конечным пристанищем вашим станет огонь-ад, и не будет вам помощников, которые спасли бы вас от вечных мучений в аду. Это наказание вам за то, что вы приняли знамение Аллаха в насмешку, и обольстила, завлекла вас земная жизнь, ее прелести. Сегодня они не будут выведены оттуда, из ада, и не попросят от них оправдания, чтобы они делали что-либо для довольства Господа ими. И Аллаху принадлежит вся хвала, Господу, Создателю и Управителю небес и Господу земли, Господу миров всех творений. И Ему принадлежит все величие в небесах и на земле. И Он величественный, мудрый.